Продолжаем уже работать по второй тестации. На второй тестации следующая лабораторная после взрыва у нас будет торнадо. Торнадо делится на две части. Мы делаем сам эффект, а вторая часть мы его совмещаем с реальной съемкой. То есть как выглядит торнадо, то есть сам эффект в мае? Мы будем симулировать, получается, само торнадо на основе партиклов и флюидов. Эту часть мы будем сегодня разбирать. Также могу скинуть вам оригинальный туториал, по которому вы тоже можете сделать, и запись с прошлого года. Запись с прошлого года будет на английском языке тем, кому это нужно. Так, сейчас я поделюсь сразу ссылками. Так, я надеюсь, меня слышно. Следующее, что я покажу, то есть получается эффект у нас получится вот такой. Первая часть у нас будет на 6 баллов, и вторая часть при совмещении с реальной съемкой тоже вы получите 6 баллов. То есть получается так выглядит запись экрана самого эффекта. Мы его настраиваем, записываем кэш, раскрашиваем цвета. То есть в принципе цветовая композиция может быть на ваш вкус, но и печенье смотрится с таким голубым цветом. То есть такой результат у вас получится в первой части данной работы. Вторая часть это совмещение такого же эффекта с реальной съемкой. То есть получается ваш созданный торнадо мы будем внедрять в отснятую камеру. То есть здесь мы начнем использовать плагины, которые будут устанавливаться в After Effects, которые позволят сделать трекинг вашего видео. И смотрите, здесь торнадо очень хорошо привязан к ленду. То есть вместе с движением камеры торнадо остается на месте. Это означает, что видео было затрекено, камера из After Effects была перенесена в Maya, и из Maya уже с помощью вот этой камеры это все было отрендерено. Сегодня мы будем учить, как создавать подобный эффект, а на следующем уроке мы будем учиться его совмещать с реальной съемкой. То есть примеров работ было много, то есть можно брать готовое видео, можно выйти на улицу, снять свое видео. Но вот здесь, например, пример того, как трекинг слетел. Так не должно быть, то есть торнадо у вас в готовом видео должен быть зафиксирован в определенной точке. То есть вы выбираете какую-нибудь плоскость и к ней прикрепляете. На основе этой лабораторной работы, совмещения реальной съемки и какого-нибудь эффекта, вы будете делать еще экзаменационный проект. То есть проектный экзамен будет весить 20 баллов. Вы совмещаете реальную съемку и несколько эффектов, которые мы прошли. Либо можете придумать свою композицию и сделать это по-своему. Одно из ключевых моментов, что вы должны будете совмещать это с реальной съемкой. Так, и вот еще несколько вариантов можем посмотреть. Вот здесь вот хорошо присоединен трекинг к видео и по цвету более реалистичный вариант. Также можно делать разные утрированные варианты. То есть торнадо у вас на столе и получается такой эффект дополненной реальности. Рендерить мы торнадо будем прозрачным, то есть с помощью прозрачных кадров, то есть без фона. И это позволит нам наложить потом эффект с помощью After Effects. Можно еще вот этот посмотреть, пример. Итак, приступим. Для создания эффекта мы будем использовать такую основу из шейпов, которая позволит сделать данную воронку. Дальше по ней мы будем пускать партикулы, они будут двигаться по этой воронке, создавая форму для флюидов. Переходим в сайт-вью и через сайт-вью мы рисуем основу для торнадо. Для этого нам нужен керф, то есть с помощью керфа можно нарисовать форму торнадо, то есть она у нас такая воронка. Делаете несколько кликов и у вас добавляются точки, вы рисуете кривую. Эту кривую мы сейчас будем делать револв. Это позволит вам развернуть эту кривую вокруг основной оси и у вас получится такая форма воронки. В принципе, вы можете делать любой ширины, но я сделаю примерно вот такую. Двигаете через керфы, контрол вертекс, придаете форму. Как только форма у вас будет готова, не сдвигая эту кривую никуда, мы заходим в пункт меню моделинга, в серфейс. И мы делаем револв. Револв мы делаем по оси Y. Единственное, что мне нужно сделать ее не с полигонов, как у меня сейчас. Я сейчас зайду еще раз в револв, сделаю ресет сеттингс. То есть сеттингс у вас должны быть по умолчанию, у вас должны быть output geometry, нерпсы. То есть, используя данную форму, мы получили шейпу для торнадо. Сдвигая керф, вы можете регулировать толщину этого торнадо. То есть, получается, пока вы не удалите историю, у вас эта форма будет зависеть от кривой. После того, как вы сделали форму, нужно удалить историю, чтобы кривая уже не влияла никак на наш серфейс. Кривую можно скрыть. А сам серфейс мы должны будем сделать rebuild. Для чего это нужно? Мы будем по этой серфейсу пускать партиклы, то есть это у нас будет цель для партиклов, цель движения. И цель движения нужно будет разбить от нуля до единицы. А сейчас у нас получаются вот эти вот UV, spans они называются, они от 5 до 8. Нам нужно сделать, чтобы они были от нуля до единицы. Для этого мы заходим в серфейс, и здесь у нас есть rebuild. С помощью rebuild surface нам нужно указать в number of spans u значение, которое у нас указано здесь. То есть у нас здесь 5, а тут 8. Дальше мы делаем rebuild. У нас получается такая форма. Это ничего страшного. В целом нам главное, чтобы у него было правильное направление. Так, оригинальный серфейс мы можем скрыть, и rebuild surface у нас находится тут. Дальше мы переходим во вкладку FX и создаем партиклы. Нам нужно 2 эмиттера партиклов. То есть мы создаем один эмиттер с партиклами и второй эмиттер с партиклами. В каждом мы поменяем shape партиклов на более такой наглядный. У нас будут не points, а blob и surface. У первых и у вторых партиклов. И сейчас, если я перейду в режим вайрфрейма и включу, то у нас получаются вот такие объемные партиклы. Они у нас вот так вот падают. Я думаю, можно эту форму слегка увеличить. Пусть они будут побольше, потому что партиклы на основе нее достаточно маленькие получаются. Так, окей, у нас есть заготовки партиклов. Теперь каждый из партиклов мы пустим на цель вот этого нашего shape. Для этого мы заходим в particles, и здесь у нас есть goal. Выделив сначала particle 1 и наш surface, мы нажимаем на goal. И теперь вторые партиклы мы также выделяем сначала партиклы, потом surface, и опять нажимаем на goal. Теперь, если я включу, то партиклы у меня начинают двигаться на основе вот этой формы. Здрасте. Ну, они у нас вот так вот разлетаются, поэтому нам нужно зайти в particles. И здесь у нас появилась вкладка goal weight. Мы ставим ее на 0 smoothness, и здесь также мы это убираем на 0. Теперь у нас партиклы очень сильно привязаны к вертексам, и нам нужно их настроить, чтобы они у нас двигались. Но прежде чем их настраивать, я зайду сейчас в particle shape, и мне нужно убрать у них коллизии, то есть чтобы они не коллайдились друг с другом и с объектами. То есть ни self-collide, ни коллайд не должны быть. Так, следующее мы делаем, что мы делаем с партиклами. То есть с каждой группой партиклов мы работаем одинаково. Единственное, что одна из групп будет у нас двигаться сверху к центру, вторая группа у нас будет двигаться снизу, также к центру. Мы это можем сделать с помощью настройки goal. Нужно добавить к каждой группе партиклов дополнительные параметры. Заходим в particle и добавляем goal u и goal v. Здесь у нас как раз сейчас пригодятся значения, которые мы делали через rebuild surface. То есть добавив дополнительные параметры, по v мы делаем create expression. Экспрессионы создавать на самом деле несложно. То есть у вас уже выделены объекты и атрибуты этих объектов. Мы выделяем отсюда вот это выражение и задаем ему какой-нибудь параметр. Например, здесь нам нужно рандомизировать их движение от нуля до единицы. То есть 0 u и единица v. Делаем create и можем посмотреть, как теперь выглядит это выражение. То есть здесь они у нас теперь собрались на стороне v. То есть они здесь у нас теперь двигаются там рандомно. Вторые партиклы мы тоже делаем сейчас. Добавляем сюда атрибуты, те же самые, и повторяем то же самое, но уже в particle shape 2. То есть также прописываем данные expression, позволяющие рандомизировать партиклы. И делаем create. Создали expression, теперь у нас все партиклы собрались вверху и внизу. Дальше возвращаемся в particle shape 1 и сделаем здесь теперь create ramp. То есть с помощью ramp мы теперь задали вот такое движение партиклам. Через array массив, ramp, они двигаются снизу вверх. Делаем то же самое с particle 2. Создаем create ramp. По умолчанию этот ramp черно-белый, то есть черно означает 0, белый это означает единица. И они начинают двигаться от нуля до единицы. Если бы мы не делали rebuild surface, у нас бы не было нуля и единицы. То есть у нас были бы какие-то другие значения, и эти партиклы, может быть, не доходили бы от начала до конца. То есть поэтому этот этап был нужен. Следующее, что мы делаем, мы сейчас зададим им правильное направление, чтобы одни двигались сверху, другие снизу. Это можно сделать также через array mapper. Можно нажать на edit ramp, и здесь мы видим как раз вот этот ramp. И здесь мы видим как раз вот это gradient. И и сделать еще один вариант. И вновь мы себе напишем Kevin. Теперь мы идем Podcasts. И здесь мы видим как раз вот этот frame. И дальше мы делаем игры, мы обязательно родимы. видели вот здесь значение так отсюда мы пишем то есть начало у нас будет от 0 5 до единицы давайте проверим включаем теперь партикулы двигаются ровно до середины чтобы середину данную сдвинуть мы сейчас зайдем в control vertex и можем чуть-чуть подвину подвинуть и не можем так nokia и представим что это единица сейчас возможно я еще попробую это настроить этот рейм и пер так ладно перейдем ко вторым партиклам у вторых партиклов нужно задать значение то есть здесь будет наоборот от 0 до 0 5 но здесь нужно поменять местами получается черный цвет отправить налево белый направо чтобы они у нас двигались наоборот с другой стороны не на самом деле они встречаются в центре я думаю этого достаточно нормально двигаются то есть у нас нет здесь зазора они двигаются навстречу друг другу и этого достаточно теперь чтобы они двигались и делали заветение нам нужно добавить еще один экспрессион в основании в мы делаем create expression и теперь мы выбираем рантаем after dynamics то есть чтобы у нас это все обновлялось то есть creation у нас создается при первом запуске движения арантан рейн то рантаем он будет нас динамично обновляться в течение всего движения и здесь мы делаем получается increment задаем плюс равно на 0 15 то есть делаем create и теперь у нас они начали двигаться нужно посмотреть лучше отсюда да они начали за завихряться то есть здесь мы видим некое завихрение кстати у партиков можно еще увеличить радиус увеличим радиус до единицы чтобы их было чтобы они были объемнее и тем самым у нас эмиттеры для флюидов тоже будут объемнее делаем завихрение для вторых партиков также переходим в create expression голове и делаем рантаем авто динамикс прописываем точно такое же выражение плюс равно 0 15 делаем это она у нас создается теперь все партиклы у нас двигаются завихрение с разных сторон то есть можно посмотреть вот здесь они двигаются вдоль нашей шейпы шейп можно скрыть и мы видим как в принципе ведет себя воронка она постепенно у нас собирается и начинает потом двигаться по такому движению следующее что можно сделать давайте добавим количество партику можно сделать сразу по 1000 на каждый эмиттер можно сохранить обязательно проект чтобы это все не вылетело и дальше нужно поменять life span для каждого из партиков то есть чтобы они жили рандомно от 5 секунд до 1 секунды теперь у нас гораздо более видно эту форму и как она у нас двигается можно добавить длину нашего таймлайна где-то до 200 кадров я думаю 200 кадров будет достаточно мы видим начало формирования и мы видим как они встречаются и само завихрение сохраняемся следующее что мы сделаем для партиков это сделаем кэш чтобы работать спокойно уже с флюидами мы сейчас создадим кэш для партиклов делаем create н кэш выбираем оба партикл шейпа и создаем н кэш так кэш создан это означает что мы можем двигаться по таймлайну и у нас партиклы уже не имитятся они как будто бы запеклись то есть тем самым у нас эта симуляция будет работать быстрее и мы можем приступать к работе над флюидами то есть создаем контейнер эмиттер я удалю теперь выбираю контейнер и партикулы и добавляю create эмиттер делаем эмиттером объект и в каждом из партиков у нас появились флюид эмиттеры давайте теперь посмотрим как это будет происходить но прежде чем это смотреть можно сделать авторесайз делаем получается максимальный резолюшен 08 и авторесайз марджин ставим сначала на тройку так я сейчас сохранюсь и теперь мы видим что начали появляться флюиды на основе партиклов пока не двигаются у нас здесь происходит симуляция теперь наша задача сделать вид более качественным партиклы можно уже скрыть чтобы мы их не видели здесь у нас получается есть флюид контейнер для более качественной работы я развернул на 90 градусов сделать минус 90 возвращаемся на первый кадр и здесь у нас получается движение флюидов будет улетать направо направо но не наверх потому что мы развернули получается контейнер следующее что я сделаю я увеличу дэнсити у нашего флюида то есть зайдя в каждый из эмиттеров можно увеличить дэнсити флюид атрибут увеличиваем у каждого дэнсити на 20 флюид дроп офф уменьшаем до единицы также на каждом эмиттере даем немного турбуленс то есть получается чтобы это все было немного разнообразнее так флюид обретает уже некие получается очертания но нам нужно получается теперь сделать для каждого из эмиттеров use distance то есть максимально до 0 5 и после этого можно уже настраивать контент details дэнсити мы ставим на единицу bias мы убираем на 0 dissipation мы ставим на десятку так и добавляем еще завихрение то есть чтобы сам флюид тоже у нас вращался относительно центра сейчас он получается создается на основе партиклов крутится кстати вот теперь он его не заносит направо он уже живет более стандартной жизнью то есть не уносится вправо для того чтобы создать вращение вокруг центра мы создадим сейчас новый эффект волим керр то есть мы сейчас опять нарисуем по центру такую керр он у нас будет служить основой для воли максис филда то есть по центру у нас есть такая линия теперь мы выбираем эту линию и флюид и создаем field and solver волим керр этот волим керр у нас образует такие вот спиральки чтобы мы создали об завихрение можно сразу увеличить магнитуду на 25 control атрибут мы section радиус ставим примерно на основе нашего флюида можно даже побольше то есть взять с запасом на 40 на 50 даже можно наверно не так сильно но 45 следующее что мы делаем мы настраиваем само его движение long axis мы ставим 0 а вот round axis мы должны теперь выбрать направление как у нас двигаются партиклы то есть сейчас я сделаю видимыми партиклы и мы посмотрим в какую сторону они заворачиваются они заворачиваются вот так вот по часовой стрелке поэтому мы возвращаемся теперь филд и смотрим если мы добавим round axis в какую стрелку будет показывать направление филда направление показывает против часовой стрелки поэтому нам надо поставить здесь минус 10 таким образом она теперь будет завихряться теперь наши флюиды тоже обладают завихрением также как и партикул я сейчас опять скрою партикул так для красивой визуальности можно уже включить шейдинг и можно включить self shadow таким образом вы уже будете видеть очертания вашего флюида то есть можно посмотреть насколько он будет таким какой формы он будет обладать то есть вот здесь можно увидеть как он двигается тени создаются в принципе он уже смотрится достаточно симпатично shadow opacity можно даже немного убрать чтобы он более контрастным был периодически сохраняйтесь следующее что я буду делать я буду работать над прозрачностью у прозрачности можно поставить здесь сглаживание и input bias и то есть здесь мы уже регулируем эту непрозрачность то есть насколько он у вас будет таким объемным тут уже смотрите на визуальный вкус чтобы он был не слишком объемным но были вот эти вот некоторые детали завихрений следующее что мы будем настраивать это мы поработаем с его качество сейчас я вернусь авторисайз здесь мы сделаем увеличим получается количество авторисайз маркин здесь я наоборот уменьшу увеличу бейс резолюшен на 20 чтобы у нас качество флюида увеличилось то есть эта решетка стала более детальной так у нас симуляция будет проходить более медленно но если мы сделаем кэш флюид получится более качественным так дальше нам нужно добавить немного дэнсити скейла не один например по полтора также добавить филосити сферу добавить но из добавить так нам надо еще еще один атрибут найти я сейчас уже не помню где он находится а квалити можно увеличить до 20 солвер квалити хотя нет в принципе а я нашла то есть dynamic simulation атрибутс нам нужно тоже улучшить добавить демп получается темп у нас будет 001 friction у нас будет 01 так friction даже можно чуть-чуть уменьшить добавить немного вискосити и здесь у нас тоже есть solver quality вот этот solver quality надо будет увеличить на 500 но я думаю сейчас у меня ноутбук не потянет такое качество и и надо будет скорее всего потом если что уменьшить high detail solver мы ставим all grids и нужно сделать теперь simulation rate scale на 05 а эти атрибуты в принципе давайте сейчас протестим что будет плюс для еще более качество можно каждому эмиттеру увеличить density то есть не 20 до 50 посмотрим что из этого выйдет так окей включаем я надеюсь у меня сейчас все заработает и не будет тормозить так это это Вообще, в целом, получается, VFX, он очень ресурсоемкий, то есть, если у вас хороший ноутбук, много оперативной памяти, то в целом это все просчитывается быстрее, но даже, в принципе, со слабеньким ноутбуком можно справляться, но это все просто очень медленно и долго, и если выставлять действительно большие качественные настройки, то Maya может вылетать из-за нехватки памяти. Но сейчас мы уже видим, что торнадо обрел детали, и уже появляется такое завихрение, единственное, что нужно будет сейчас запустить для флюида еще один кэш на просчет, тогда, после того, как вы просчитаете кэш, он будет проигрываться уже в реал тайме, и можно посмотреть всю анимацию и начать его раскрашивать, то есть, это самая такая визуально красивая часть. То есть, добавляя атрибут свирл, флюид начинает иметь вот такие завихрения, то есть, постепенно, когда флюид только создается, он достаточно плоский, но добавляя свирл, он начинает клубиться. Вот здесь они начинают друг друга встречать, и несколько оборотов, и для анимации этого будет достаточно. Я сейчас нажму на стоп, в целом уже все достаточно симпатично, красиво, поэтому я сохранюсь, и сейчас, пока можно сделать перерыв, пока просчитывается кэш. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . 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 В таком случае сохранюсь, потому что кэш он у мая непредсказуем и бывает такое что вылетает. Но сейчас вроде бы просчиталось правильно и перемещаясь по кадрам у меня уже запеченный флюид. Флюид и партиклы желательно делать кэш перед тем как его рендерить. Потому что если вы сделаете кэш и у вас например слетит какой-нибудь кадр, вы можете смело начинать где-то с середины и просчитывать уже не всю анимацию с нуля, а с какого-то определенного кадра на котором у вас слетел рендер. Если же вы не просчитали кэш и у вас слетел рендер, то симуляцию нужно начинать просчитывать заново, то есть ставить с нулевого кадра. Так как каждый раз без кэша симуляция проигрывается по-разному, то есть не бывает уже одного и того же флюида. Но с кэшем он у нас уже один и тот же, то есть запеченная анимация флюида. Так, теперь можно перейти в шейдинг. Так, где у меня здесь? Флюид шейп, заходим в шейдинг и можем работать над цветом. Для incandescence я поставлю density или даже центр-градиент. То есть центр-градиент позволит вам, получается, создать внутри в центре вот такое свечение. И через input bias можно регулировать его положение. Будем смотреть вот с этой стороны, потому что так более насыщенно видно. И вот этот input bias можно увеличивать и уменьшать. Здесь, я думаю, можно найти такую середину, чтобы у нас было это все равномерно. Сам цвет можно поменять, то есть можно использовать синий, зеленый, голубой. Зависит от вашего предпочтения. Я буду использовать голубой, и здесь нужно в HSV, то есть поменять с RGB на HSV, и значение по V можно увеличить на двойку. Тогда он будет светиться изнутри. То есть увеличивая по значению V, вы получаете такой эффект emission, то есть что он начинает светиться. Сам color тоже можно покрасить в какой-нибудь темный цвет. Тут уже зависит от вашего вкуса. Можно даже добавить градиент, то есть от темного к светлому. То есть покрас тоже зависит от, в принципе, можно даже от density сделать зависимость. И сделать input bias. Сделаем smooth, чтобы это все было как градиент. Теперь можно его просмотреть с разных сторон. И в целом, я думаю, у нас fluid уже получился. Рендерить мы его не будем. Мы подготавливаем. Для рендера нам нужно будет отснять материал. Единственное, что я сделаю, я добавлю, получается, texture incandescence, Perlin noise, сделаю depth max на тройку. И тут я сделаю его, скорее всего, потемнее, чтобы он был контрастнее. Сегодня у нас получилась не такая длинная лекция. В целом, мы подготовили fluid. Следующая лекция у нас будет посвящена созданию видео и совмещению этого видео с нашим fluid. И там мы уже будем проходить рендеринг данного fluid. То есть нам надо будет выставить камеру из After Effects. И только после этого мы сможем рендерить. Сейчас мы можем посмотреть playblast эффект данного fluid. Так, я сейчас отключу дисплей, чтобы у нас мы просто не видели лишних объектов на playblast, а просто увидели, какой у нас получился fluid. Сейчас я сохранюсь. Двойным кликом и правой кнопкой мыши вы можете создать playblast. То есть это тестовая анимация. Можно сохранить этот файл куда-нибудь на десктоп. Назвать его. Торнадо тест. В формате av в соотношении сторон 1920 на 1080. И нажимаем playblast. Теперь у нас просчитывается анимация в видео. То есть это запись просто из нашего viewport. Но когда у нас закончится просчет вот этого playblast, мы увидим готовое видео в его реальной скорости. То есть после того, как вы отрендерите, вы получите тоже такую же скорость движения этого fluid. Вот здесь мы видим уже реальную скорость, то есть как он двигается, как завихряется. И получился вот такой fluid. Это и будет результатом первой части работы над торнадо. То есть такую лабораторную работу вы сдаете уже в апреле. То есть сначала делаете дедлайн для explosion у нас 2 апреля. Для торнадо первой части 9 апреля. То есть 9 апреля вы сдаете торнадо вот в таком виде. Вторая часть будет уже отрендеренная и совмещенная с видео. По баллам у нас торнадо весит 6 баллов первая часть и 6 баллов вторая часть. То есть итого 12 баллов на конечное видео, совмещенное с реальной съемкой. Дедлайн 2 апреля для взрыва. Для первой части торнадо 9 апреля. И соответственно для второй части торнадо. Следующая неделя это 16 апреля будет. И так далее. То есть по мере того как мы будем проходить. В целом дедлайн всех работ. Но если вы сдаете позже дедлайна, то будет с потерей баллов. Дедлайн вообще всех-всех работ мы занимаемся до 6 мая. То есть получается у нас остается не так много времени. Дальше мы сдаем разбиение, close. И самое последнее 6 мая у нас water simulation. То есть дальше все работы у нас идут уже впритык. То есть поэтому учитывайте это и сдавайте в срок работы. У меня на сегодня все в целом. Если есть вопросы, могу ответить. Нет? Отлично. Думаю они появятся попозже, когда начнете делать. Важных. Человечеб έ doinь, что я ничего не могу сказать. Следующий совет.